Ежегодно в Иванове проходит конкурс для людей талантливых и неординарных под названием «Я года». Участники – ученые, политики, спортсмены, творцы, бизнесмены с активной жизненной позицией. В этом году символ креатива – квадратный арбуз. Победители конкурса получат 21 января. Самое время познакомиться с номинантами. Артемий – профессиональный скульптор, человек увлекающийся и постоянно ищущий вдохновение. Ему по душе работать с глиной. Ее молодой человек называют мистическим материалом. И создавать большие скульптуры. Для Артемия, который не смотрит телевизор и не пользуется интернетом, участие в номинации «Я творец» – своеобразная победа над собой. Каждый десятый Ивановый художник. Вот так уж, грубо говоря. И мало того, что каждый десятый художник, каждый десятый еще и талантливый художник. То есть это как грядка с тюльпанами, на которой очень сложно быть каким-то выдающимся тюльпаном. У профессии скульптора, рассказывает Артемий, нет сезонности. Зато сезонность есть у задумок. Его идеи требуют больше пространства. Жизнь художника – постоянная борьба с ширпотребом. То искусство, которое обеспечивает социальную потребность, оно, как правило, сейчас завалено китайской продукцией. То есть эти же носорожки и там всякие гномики по 500 рублей делает Китай. И все очень красочно, красиво для обывателя, конечно. А если, конечно, художественную ценность какую-то – это штучная вещь. На нее не может быть очередь. Проекты Артемия известны в Иванове. В мае вместе с талантливым декоратором Людмилой Август он представил городу ситцевого носорога. Скульптуру из стеклопластика – материала для лодок и катеров, оформленную тканями. У заграничного зверя была сложная задача – напомнить ивановцам о фабричной истории города. Сейчас носорог живет на улице перед музеем ситца. Над ним проводится некий эксперимент. Создатели выясняют, сможет ли скульптура перенести холода, оттепели и дожди, пока носорог держится. Декор выполнен с использованием тканей, выпущенных на фабриках Иваново. Это Зиновьевская мануфактура, Яковлевская мануфактура, Бурылинская мануфактура. То есть каждый узор представляет собой частичку тканей, выпущенной на ивановских фабриках. Таксу в арт-сквере тоже создал Артемий. Бронзовое животное полюбилось всем ивановцам. На холодной спине собаки сидят даже зимой, а нос, загадывая желание, затерли до блеска. Сначала делался пластилиновый эскиз, потом согласовывался, потом делалась форма пенопластовая пластилиновая. Делалась большая форма из пластилина, потом с нее снималась чистовая форма, делалась из гипса. Гипсовая форма переводилась уже в ХТС, формовочная смесь, которая отвозилась на завод, и там заливался уже металл. Скульптор считает, что в арт-сквере не хватает фигур, которые можно было бы погладить, с которыми сфотографироваться. Постаментов в Иванове достаточно, нужно нечто новое. В нашем городе не хватает, мне кажется, контактных скульптур. У меня есть возможности даже сделать целый парк. Если бы администрация заинтересовалась, то с нашими возможностями, нашей командой, можно сделать целый парк городской, облагоустроить целую большую территорию, создать комплекс скульптур. Артемий непременно населил бы парк сказочными персонажами или героями, связанными с фольклором Ивановской земли. Возможно, жар птицей родом из Париха или фурмановской бабой-ягой, а может и ивановской невестой. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.